Друзья, всем привет! Это ТНТ-4 Южный Регион. И сегодня мы начинаем свои трансляции с чемпионата мира по футболу. Конечно же, самое главное место в нашем городе это театральная площадь. Оживленная здесь уже собираются народ, болельщики с разных уголков нашей планеты. Именно здесь можно зарядиться настоящей атмосферой футбольного праздника. Не только хорошо погулять, посмотреть концерты, но и трансляции футбольных матчей. Сегодня мы узнаем, кто к нам откуда приехал, кто за кого будет болеть. Ну, а думаю, по моей форме понятно, кому я отдала свое предпочтение. Пойдемте! Во всех городах-организаторах чемпионата мира по футболу открылся фестиваль FIFA. Старт праздника болельщиков в Ростовчане отметили феерично. Гуляние на главной площади города в этот день напомнили карнавал. День получился насыщенным. На сцене один за одним сменялись творческие коллективы. Настроение болельщикам задавали яркие шоу и развлекательные программы. Ура! Россия вперед! Сегодня будете болеть за Россию? Конечно! Как будете поддерживать? Аплодисментами и эмоциями! Откуда ты приехал, Дима? Я с Оксая. За кого будешь сегодня болеть и как твое настроение? Хорошая! За нас! А как будешь болеть? Покажи! Россия! Россия! Но не только ростовчане настроены болеть за Россию. В гости к нам уже приезжают туристы из других уголков планеты, которые также поддерживают нашу страну. Мы очень любим Россию, русский народ. Нам очень здесь понравилось. Очень красиво, какой большой город. Мы желаем вам много любви, потому что везде, во всех странах людям нужна любовь. И мы желаем вам мира и любви. Оле-оле-оле-оле-оле! Бразил! Бразил! Оле-оле-оле-оле! Бразил! Бразил! Вот такие они, болельщики. Здесь не важно, какой ты национальности и сколько тебе лет. Здесь всех объединяет одно общее событие. Поэтому в фан-зоне такая дружелюбная атмосфера. Фанаты приветствуют друг друга и на память делают фото с иностранцами. Конечно, главным событием этого дня стал первый футбольный матч Россия-Саудовская Аравия, который транслировали на большом экране. К этому моменту на площади собралось почти 18 тысяч фанатов игры. С замиранием сердца болельщики следили за прямым эфиром. Эмоции, скажу я вам честно, зашкаливали не меньше, чем на стадионе. Россия! 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 Поддержка у команды России, как видите, серьезная. Миллионы фанатов во всем мире переживали за сборную. Наверное, именно поэтому мяч в воротах противника оказывается уже на первых минутах матча. Болельщик ликует. Первый гол 21-го чемпионата мира забегает двумя чеки краснотора Юрий Козинский. И таких триумфальных моментов было еще четыре. Вдоволь футболисты порадовали болельщиков блестящей игрой и отличным результатом. 5-0 в пользу сборной России. И радость победы навсегда останется в истории и в памяти каждого из нас. Россия! Россия! А теперь посмотрим, что творилось в соцсетях. Фотографии радостных людей заполонили ленту. И неважно, на стадионе находились фанаты, дома у экранов телевизоров или на фан-зоне, все они радовались празднику футбола в России. Чемпионат мира – это не только футбольные матчи и болельщики. Это еще события около футбола. Например, сегодня мы идем на выставку одного известного ростовского художника, который работает в стиле казачьего поп-арта. Пойдемте посмотрим, что такого он приготовил сегодня. FIFA выбрала картины Максима Ильинова в качестве одного из символов Ростова. Его работы украшают аэропорт Платов и фан-зону. Над этой выставкой работал около двух лет. Здесь выставлено почти 50 работ. А начиналось все с эскизов. Тогда еще не было идеи и даже названия – казачий поп-арт. В своих работах художник передает важный период истории казачества, но делает это так, что интересно будет любому поколению. Посмотрите сами. Живые и яркие работы художника переворачивают представления о казаках. Его персонажи – это устремленные в будущее творческие люди, которые живут полной жизнью прямо рядом с вами и готовы ей поделиться. Здесь разный сюжет, вы видели. Дело в том, что жизнь казаков, как и жизнь любого народа, это не только война и мир, это быт, понимаете, в общении с прекрасным полом. Это различные политические вещи, вещи, связанные с традицией, ювелиркой, украшением кухни, в конце концов. То есть это большой пласт. И я цельно его освещаю с разных сторон. У нас есть и рыба, есть и кухня, есть и женщины, есть и мужчины, есть и война, и мир, и любовь, и, главное, вера наша православная. То есть весь спектр казачьего народа, традиций, его жизни я выношу через новый язык ярких образов, рисунков, скульптур, инсталляций. Ярких и даже эпатажных образов предостаточно. Вот, к примеру, казачка. В наше время на ее плечах не утомительная тяжесть быта, а приятные последствия шоппинга, которые так любят ростовчанки. Донские красавицы ценят роскошь. Это подчеркнуто россыпью страз. Один из феноменов популярности, да, вот этого стиля казачьего парка. Образы, на самом деле, очень близки людям. Ведь это наша архетипика, где-то внутри, да, вот. Девчонке всем нравится эта казачка с коромыслом и страз, которая несет пакеты, там, да, известных марок. Мы-то такие же, да, вот. У нас дома быт, у вас, там, да, там, надо мыть посуду, за котами там убирать, что-то, детей воспитывать, там, еще что-то. Вот такая нервотрепка. Но, когда женщина выходит куда-нибудь в свет, она же прекрасна, она как пава, она, ух, да? Вот несмотря на вот эти трудности жизни, наши женщины, они как королевы, каждая. Вот эта работа об этом, женщины это чувствуют, понимают. На вопрос, какая картина нравится творцу больше, ответить не может. Они все для него любимые и имеют разное значение, но первыми знакомят нас с самым свежим шедевром. За бивака пишет письмо. Это интерпретация картины Ильи Репина. Казаки пишут письмо турецкому султану. Оно было своеобразное, его можно найти в интернете, почитать. И здесь он тоже пишет. Но на вопрос, кому, я не спешу давать ответа, потому что говорю, вот сейчас чемпионат пройдет, и все вы поймете, кому он пишет. Интрига сохранилась. Максим так и не рассказал, кому уже адресовано послание от символа мундиаля. Вот так современные персонажи гармонично соседствуют с героями настоящей истории. Идем дальше. И видим даже иностранных гостей – диснеевских мультяшек. Ну, вы знаете, есть стереотипы, да, связанные, например, с казаками. Ну, собственно говоря, со всеми народами тоже они есть, да. Вот. А все гораздо ярче и шире. Вот по поводу Диснея, например, Матвей Иванович Платов взял и построил город. Вот, да, вот тут широкой души человек. Вот представляешь, вот сейчас бы поехал он там в США, ему где-то сказали, Матвей Иванович, привези нам какую-нибудь гостиницу оттуда. А он со своей душой широкой и деньгами взял и купил весь Диснея и привез. Знаете, ребята, радуйтесь. Это вопрос широты души, картинка об этом. То есть здесь вот многие такие моменты показывают, там, Люба, там, еще что-то. То есть вот этот наш яркий, сильный, пассионарный дух. Помимо привычных материалов, холста и акриловых красок, художник использует необычные материалы. К примеру, одна из картин написана детальками детского конструктора Лего. На этот шедевр ушло почти 50 тысяч разноцветных модулей. В общем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Бразилия-Швейцария – первый матч, который открывает чемпионат мира в нашем городе. Улицы Дамской столицы в этот день были больше похожи на карнавал. Болельщики подготовились основательно. Привезли с собой атрибутику и символику стран. И очень позитивное настроение. Желто-зеленые бразильцы и красно-белые швейцарцы распевали песни и мирно шумели вместе с южанами. Всего Ростов-Арена в день матча встретила 43 тысячи 19 зрителей, сообщается на официальном сайте FIFA. А те, кто не попал на стадион, болели за любимые команды рядом – в фан-зоне. Здесь кипели нешуточные страсти. Почти 22 тысячи человек с азартом смотрели трансляцию. И будто на стадионе скандировали кричалки. В итоге матч закончился со счетом 1-1. Редактор субтитров А.Семкин